Людям неприятно, да и птицам мало радости. В ряде городских мест отдыха мусор уже как часть пейзажа. Для примера, пионерский парк. Днем не найти урну, а ночью элементарного освещения. Поставили фонари, сделали дорожки, поставили лавочки. Но, тем не менее, эти фонари, они установлены, но они не работают. Идешь вечером, особенно зимой рано темнело, идешь и ничего не видно. Установили лавочки, но ни одной лавочки нет урны. Хотя бы с одной стороны могли поставить, ни одной урны нет. Сейчас начнется теплое время года, люди будут гулять, отдыхать тут, мусорить, естественно. Фонари отключили, а урны убрали из-за реконструкции. Она началась три года назад и длится до сих пор. Места, где должны стоять емкости для мусора, отдыхающие помечают бутылками. Та же ситуация на аллее по улице Горького. Скамейки, сломанные в январе вандалами, восстановлены. Однако это место горожане называют немного неухоженным. Такой же эпитет адресует Читинскому скверу любви и верности. Не убирают, не стригут газоны. Ну, много, много всякого. И скамейки поломаны, практически ни одного фонаря не осталось, которые были изначально установлены. Очень жаль, сначала было очень красиво. Чистоте одним сожалению не поможешь. За каждым объектом закреплен свой хозяин. Городская администрация ежегодно проводит аукцион на обслуживание парков, скверов и озелененных разделительных полос. В этом году порядка 17 объектов лежит на ответственности ДМРСУ. Но за одной из самых чистых территорий шахматным парком следит управляющая компания. Сейчас, в принципе, достаточно чисто. Убирают. Но нам нравится, детям нравится. Чтобы довольных и радостных было больше, начать нужно с себя, считают в комитете ЖКХ. Ну, сделайте замечание. Почему бы и нет? Мы должны всем миром с этим безобразием бороться. Потому что два-три дворника на сквер или один, в общем, он не справится с таким объемом работы. Если мы будем стараться кто кого, кто больше выбросит, то больше уберет. Бросить укор тому, кто бросает мусор – второй шаг. Первый – проследить за собой. Наталья Оршинская, Валерий Широков, Николай Шунков, ЗАП-ТВ.